Учитель сельской школы в векторе развития России. Под таким названием прошел Третий Всероссийский съезд сельских учителей, и право провести его было предоставлено Чувашской Республике. В сельской местности у нас проживает, к сведению хочу сказать, 39% населения. В нашей сел и деревне благоустроены, в них есть вся необходимая социальная инфраструктура. У нас нет нефти, газа и природных багажей. Главное настояние Республики – люди, которые все свои силы и знания отдают по имени подсветания Родной Республики и великой, любимой Российской Федерации. Со всей России на форум собрались более полутысячи делегатов из 65 регионов страны и почетные гости. Главным событием съезда стало участие в нем министра образования и науки Российской Федерации Ольги Юрьевны Васильевой, которая в своем выступлении обозначила главную задачу образования. Вот сейчас главная моя задача, чтобы все то, кто лучше из школы, не только переосмотреть, но и начать им деться. Потому что воспитание этого главного у нас. Потому что кого мы воспитаем сегодня, завтра народ нашет в России. Сегодня детки, завтра народ. Здесь самое главное, самое главное – все это личность, а у нас воспитание. И он забрал, и эта личность – это главное, на мой взгляд, совмодействие. Конечно, воспитание подрастающего поколения невозможно без участия семьи, и потому Ольга Юрьевна сделала акцент на то, какой должна быть работа педагогов с родителями. Я хочу, чтобы навсегда из творческого языка, из нашего обихода ушли понятия, что мы сами представляем кому-то услуги. Мы воспитываем и обучаем. Примеров безграничного служения, делу воспитания и обучения много, как и в нашей республике, так и по всей России. Участники пленарного заседания съезда стоя аплодировали педагогу поселка Сеное Брянской области Валентине Ивановне Климовой, который рассказал о том, как учителя их школы взяли в свои семьи детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2007 году школя была 16-й учеников. Вот мы учителя и задумались, а что будет дальше, когда детей станет еще меньше? Ведь школу могут и закрыть. А не будет школы, ведь есть хороший педагогический опыт, хороший семейный опыт. Ведь сколько есть еще нерастрачной любви. А сколько детей, которые хотят жить в семье, а не в казенных домах, наверное, надо. Так у меня появился сын девушка. У Натальи Владимировны, у Натальи Пантелеевны двое мальчиков, у Татьяны Васильевны три дочки. Мы не отрицали. Было трудно. Было трудно не только нам, но и детям. Детям было трудно учиться. Они все из традиционных школ информатов. Но мы все хотели иметь маму. Вот так искренне сельские учителя рассказывали о своих радостях и горестях. О проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной работе. Для этого они и собрались на съезд. От решения которого ждут помощи и поддержки в дальнейшем развитии села. И надо сказать, что этого ожидают от форума не только педагоги, но и представители власти. Именно для того, чтобы голос учителя, работающего на селе, был слышен. И, конечно, очень важно, чтобы этот голос говорил о тех проблемах, с которыми сам он сталкивается. Это проблемы пока что, к сожалению, неравнозначных возможностей. К сожалению, инфраструктура пока что оставляет желать лучшего. Конечно, делается очень многое. Но мы сегодня работаем по принципу «лучший враг хорошего». Да, хорошо, что было сделано очень многое, в том числе и были построены детские сады. Сейчас строятся активные школы, но нужно делать больше. Для того, чтобы больше и лучше работать с подрастающим поколением и воспитывать его в духе патриотизма, была создана общероссийская, общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников». И председатель ее, летчик-космонавт, герой России Сергей Николаевич Рязанский принял активное участие в работе съезда. В стране должна быть такая организация. Люди, которые занимаются с детьми, понимали, что у них не хватает сил, понимали, что у них нет площадки для того, чтобы объединиться и в должной мере сотрудничать. Я считаю, что это очень хорошо, лучше после, чем никогда, когда государство обратило внимание на то, что есть действительно проблема. Уже выросло фактически целое поколение без детской организации. И у нас в этом плане был провал. И что сейчас мы начали работать с точки зрения государства над государственной политикой воспитания ребенка. Конечно же, ради детей и проводятся подобные форумы. И на Третьем Всероссийском съезде сельских учителей разговор о проблемах сельских школ не ограничился пленарным заседанием. Еще более откровенные обмены мнениями состоялись и на дискуссионных площадках съезда. Так в Чувашском республиканском институте образования Алена Игоревна Аршинова, заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию, под карандаш взяла все вопросы, которые задавали ей сельские учителя, понимая, что работы по их разрешению предстоит немалая. Давайте посмотрим, что возможно сделать. Здесь, конечно, непаханное поле, сколько всего нужно сделать. Поэтому я ваш друг и союзник в этом деле. А сделать надо многое. И внести изменения в правила перевозки на школьных автобусах, и помочь сельским учителям национальных школ разобраться в правилах проведения всероссийской проверочной работы и даже вернуть астрономию в школы. И астрономия был мой любимый предмет. Причем я помню, что астрономию 11 класса я уже читала в 8, потому что я не могла дотерпеть, когда у нас начнется астрономия. Поэтому сторонник ваш тоже фиксирует этот момент. Спасибо. И здесь же в Институте образования на другой дискуссионной площадке фиксировали свои предложения и замечания учителя сельских школ, которые с 1 сентября начали работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Это очень важная работа, и обсуждалась она именно в ЧРИО не случайно, потому как именно Институт образования является стажировочной площадкой по реализации проекта 24 федеральной целевой программы развития образования. Индивидуализация, мы тоже разводим это понятие, индивидуальное обучение и индивидуализированное обучение. Вот дальше начинается эта индивидуализация через что? Через разные задержания, через что? Через даже индивидуальные образовательные маршруты. Определяли, каким же маршрутом идти, чтобы решить проблемы сельских школ и представителей регионов Российской Федерации на дискуссионной площадке «Сельская школа как центр социокультурной жизни села». Площадка для обмена мнений развернулась также в Институте образования, и модератором ее выступил Волков Владислав Константинович, директор Аликовской средней школы Аликовского района Чувашской республики, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России-2000». Директора и педагоги сельских школ говорили, что сельская школа может стать социокультурным центром, если решить проблемы с дорогами, скоростью интернета, транспортом, заработной платой и повышением квалификации педагогов. Из всего сказанного Владислав Волков делал выводы и с помощью коллег формулировал предложение для резолюции съезда. И было бы разумно, если бы расходы на содержание автобусов перенести с муниципального бюджета на региональные бюджеты, и тогда эта проблема снизится. Тем более, что муниципалитеты заинтересованы в том, косвенно заинтересованы, чтобы автобусы меньше ездили, меньше было расходов на содержание этих автобусов. Хотя муниципалитеты и так датируемы. Предлагаем перенести содержание школьных автобусов на региональные бюджеты, тем более, что это входит в их компетенции в том числе. Вот так, общими усилиями и обсуждениями в течение дня проведения съезда была сформирована резолюция Третьего Всероссийского съезда учителей сельских школ, учитель сельской школы в векторе развития России, в которой содержатся рекомендации к новому составу депутатов Госдумы и правительству Российской Федерации, а также Министерству образования и науки России, Российскому движению школьников, Всероссийскому педагогическому совету и, конечно, к органам управления образования, субъектов и муниципальных образований России. Делегаты разъехались по России с данной резолюцией как с надеждой на решение проблем, как с инструкцией для действия. А Чувашская республика, показав свою уникальную систему образования, замечательную Янушскую школу и вдохнув опыт других регионов, продолжает развиваться и дальше на благо детей и во имя будущего. Ольга Гурьянова, Алексей Федосов. Специально для телеканала ЮТВ.